Считать овец, чтобы быстрее уснуть, это устаревший метод, утверждают сотрудники лаборатории сна Республиканского клинического медицинского центра. Научный подход поможет решить проблему бессонницы и не только. Прием пациентов здесь ведут ночью, а когда же еще наблюдать за сном? Из оборудования инфракрасные камеры и специальные часы сна, новое оборудование, частота сердечных сокращений, давление, насыщенность крови кислородом. Все параметры помогают установить, почему человек бодрствует, когда нужно пребывать в царстве морфея. Помощь больным апноэ, это прекращение легочной вентиляции или остановка дыхания во время сна, одна из главных задач медиков. Из 400 обращений в год такое лечение назначают половине. Есть такой грозный синдром внезапной смерти во сне, и он напрямую связан с дыхательными нарушениями. Поэтому устранение вот этого вот обструктивного, либо центрального апноэ сна, это одна из основных задач, на которую завязаны и все дальнейшие заболевания, осложнения. И вот теперь она легко решается, потому что наше оборудование более диагностически точное и более комфортное в применении. В центре уже 8 лет помогают пациентам восстановить здоровый сон, избавиться от лунатизма или храпа. Кстати, сегодня отмечают Всемирный день сна, и специалисты еще раз напоминают, спать нужно не меньше 7-8 часов, хоть привычки у всех индивидуальны. И уже доказано, если получается днем вздремнуть буквально 15 минут, это только повысит работоспособность и укрепит иммунитет. Продолжение следует...